О море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь привод. Песня о море звучит на девятом этапе эстафеты «Салют Победе», напоминая о тяжелых событиях 1942 года. Стратегические действия развивались в суровых водах Северных морей. Город-герой Мурманск стал прифронтовым с первых же дней войны. Героями советского флота было уничтожено более 200 боевых кораблей и около 400 транспортных. Здесь, как и в других битвах, сразу проявился дух советского солдата. Это отмечают и одинцовские активисты «Единой России». Россию никому не удавалось поставить на колени. В сражениях были у нас ошибки, были у нас и серьезные проигрыши в Великую Отечественную войну, но народ сконцентрировался. И уже Березская крепость показала фашизму, что русские солдаты не сдаются. Память о подвигах русских солдат, простых тружениках тыла и стойкой обороне городов-героев жители нашего округа бережно хранят в своих сердцах. А проект главы муниципалитета Андрея Иванова дает возможность каждый день узнавать что-то новое и заботиться о своих ветеранах. Чтобы не только перед 9 мая мы вспоминали своих ветеранов, участников Великой Отечественной войны, чтобы мы с ними жили каждый день, чтобы мы знали, как они, как они живут, не болеют ли они, может быть, они одиноки, поэтому мы распределили по нашим территориям, сделали вот такую патриотическую эстафету, салют победе. В завершении торжественной церемонии символы девятого этапа эстафеты, копию знамени Победы, фуражку офицера Северного флота времен Великой Отечественной войны и медаль за оборону Советского Заполярья звенигородцы передали в русский городской округ. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok